Всем привет, я Даша. Чтобы долго вас не мучить, сразу скажу. Ответ на вопрос, заданное на название видео, нет, не является. И если вы смотрели мое видео, прочитанное за май 2020 года, то уже знаете ответ на этот вопрос и как я к этому аргументировала. Но если не видели, не беда, я повторюсь. И также обозначу некоторые другие родственные связи Александра Сергеевича Пушкина. Итак, когда я читала книгу Старка под названием «Талли Гочарова», то в ней перечитывала. Первый раз я ее читала 7 лет назад. И тогда поверила автору, не стала проверять. Но в этот раз я стала более нудная с тех пор. И стала всю информацию причесывать, скажем так. И выяснилось, что Старк на 302-й странице пишет. Цитировал. «Тесс оказался в раздел с фамилией, кровь которой текла в жилах Натальи Николаевны, и у которой были общие предки Пушкина. Ну, если я верно поняла, то ни у Натальи, жены Александра Сергеевича, ни у самого поэта, с Дантесом никаких родственных связей кровных нет. Почему же автор решил, что есть? Вот что он пишет. У бабушки Тантеса была сестра, которую звали Шарлотта Амалия Изабелла Вертенс-Лэдмен. В России у нее было имя по-профилю, Елизавета Федоровна. Так вот, она вышла замуж за представителя рода Мусиных-Пушкиных. Не просто Пушкиных, Мусиных-Пушкиных. Конкретно за Алексея Семеновича. Но общих детей у них не было. Просто связь между Елизаветой Федоровной и родом Пушкиным очень-очень-очень-очень-очень-очень символична. Если бы она сама по крови имела отношение к роду Пушкиных, тогда да, но она просто вышла замуж за человека, у которого где-то далеко-далеко, в каком-то там 30-м колене. Ну, это не точно про 30-е колено, я так говорю. У него был с Пушкиным общий предок. Но по крови нет, повторюсь. А вот у Пушкина с его женой действительно есть родственная связь. Общий его предка звали Иван Гаврилович. Он потом от Константина Григорьевича. Так вот, у Ивана было два сына, которые являются прямыми предками наших героев. Одного звали Иван, другого Михаил. От Ивана по цепочке его потомков родилась в результате Наталья Николаевна Гочарова. А от Михаила Александр Сергеевич Пушкин. Это примерно 10-11 колено. То есть, вот в такой степени у них родственная связь. Еще один интересный момент. Лермонтов, как известно, восхищался Пушкиным. И даже написал стихотворение после его гибели трагичной. Так вот, и у Лермонтова с Пушкиным тоже есть вообще предок. Его звали Иван Гаврилович Пушкин. Вот такие вот порой захлапываются генетические ловушки. На этом сегодня, пожалуй, все. Я даже не уверена, что я буду выкладывать это видео. Ну, пока-пока и до скорых книг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!